Девушки отдыхают 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 Говорят, тебе новое задание дали. Да, исследовательская группа. Везёт же тебе. Позволь угадаю, тебя прислал Капитан Келс. Именно. Ты здесь главный. Да, а ты здесь по поводу пропавших припасов. Поговорим наедине. Следуй за мной. Эту часть терминала мы переоборудовали под основной склад снабжения. Через него проходит всё, что необходимо братству для существования. Припасы с придвина, найденные запчасти из Содружества. Всё проходит через нас. Доступ строго для сотрудников нашего отделения. Мы отслеживаем каждый ящик, каждый патрон, каждую стрелу, которые проходят через ту дверь. Именно поэтому подобные обвинения мне очень неприятны. Я лично знаю каждого солдата в этом отделении. У меня нутро переворачивается от одной мысли, что кто-то сомневается в их верности. Если у тебя вопросы, спрашивай. В противном случае не мешай нам работать. С чего мне начать расследование? Лучше вообще не начинать. Только время зря потратишь. Я уже говорил со своими людьми. Они ничего не видели. Просто скрипторы Тигна опять напортачили. Если тебе обязательно кого-нибудь допросить, сходи к Люсии или Кларку. Могу дать им свободное время. Люсия и Кларк? Рыцар Люсия и послушник Кларк. Их перевели в наше отделение всего несколько недель назад. Они до сих пор учатся основам. Но очень скоро будут готовы к самостоятельной работе. Если тебе обязательно донимать кого-нибудь вопросами, отправляйся к ним. Расскажи мне о своем отделении. Я команду отделением материально-технического обеспечения уже 10 лет. Группа немногочисленная. Мы стараемся держаться вместе. Братство существует только благодаря нам. Пока на этом все, сержант. Послушайся моего совета. Посмотри здесь. А потом скажи капитану, чтобы забыл об этом деле. Не стоит тратить на него время. Ни твое, ни мое. Ты здесь по поводу кражи, так? Слушай, я уже рассказал сержанту Гевилу все, что знаю. Ты уже говорил с Гевилом? Все отделение это просил. Никто из нас ничего не видел. Послушай, я тоже хочу во всем разобраться. Что ты хочешь знать? Расскажи о системе безопасности. Мы посреди укрепленной военной базы под постоянной охраной. Никто не может войти или выйти незамеченным. Ты действительно считаешь, что на этой базе безопасно? Да. Даже если кто-то и мог бы проникнуть на склад снабжения. У нас постоянно дежурят рыцари. Мы бы что-нибудь заметили. Расскажи мне про ваше отделение. Нас здесь сколько? Десять? Что-то около того. Наше подразделение подчиняется Проктору Тигану на Придвине. Сержант Гевил заведует ежедневными операциями. Он здесь уже много лет. Помимо сержанта, есть еще Люсия, я, Скриптер и несколько рыцарей, которых не допустили к действительной службе. Люсия? Прошу прощения, рыцарь Люсия. Мы вместе вступили в братство. Ее наверняка скоро отправят в патрулирование. А я... буду торчать здесь. На этом все, послушник. Две пули прямо между глаз любому в самый раз. Мой день испорчения. Рыцарь Люсия? Медный провод, медный провод. Ты мне не скажешь, где... Ой, прости, кажется, мы незнакомы. Я рыцарь Люсия. Чем могу помочь, рыцарь? У тебя найдется время ответить на пару вопросов. О, наверное, ты здесь по поводу пропавших припасов. Не уверена, что смогу помочь, но... Что ты хочешь знать? Расскажи о местной системе безопасности. Все очень строго. Постоянно дежурят как минимум два рыцарей, Скриптер. К тому же тут у нас целая база. Волноваться не о чем. Есть способ обойти систему безопасности. Хм... Для этого надо быть служащим нашего отделения. Только нам разрешено проносить и уносить припасы. И что потом? Полный ящик припасов с базы точно не вынести. Здесь только патрульных, что кто-нибудь бы заметил. Но... Зачем вообще что-то воровать? Братство предоставляет нам все необходимое. И здесь ни у кого нет связи с содружеством. Я не знаю. Все это как-то глупо. Как тебе работа в материально-техническом обеспечении? Работа неплохая. Сержант Гэвилл строгий, но я многому научилась, работая здесь. Кто-то привыкает, а кто-то нет. Например, Кларк. Расскажи про Кларка. Мы вступили в братство почти одновременно, года два назад. Мы с ним друзья были до недавних пор. Что случилось? Все началось... началось после битвы. Что за битва? Битва за аэропорт. Наше первое боевое задание. Вот это было зрелище. Придван надвигался в окружении винтокрылов в полной боевой готовности. Наш отряд одним из первых высадился на землю. Вокруг десятки гулей. Мы открыли огонь и срезали их. А потом догнали тех, кто попытался сбежать. Я о таком только мечтала. Но Кларк... С тех пор он сам не свой. Он будто просто сдался. Я заметила, что с тех пор он часто уходит один раз-два в день. Я сначала не обращала внимания, но... Может, ты за ним проследишь? Узнаешь, чем он занимается. Его смена кончится через несколько минут. Может, ничего особенного, но... Я за него волнуюсь. Отлично. Мы сегодня все. Не забудь взять с собой поездку. А то в дороге черт знает, чем придется питаться. Слушай, моя смена кончилась. Оставь меня в покое. Не знаю, что тебе надо, но уверен, это подождет. А ты что здесь делаешь? Я вернусь уже через пару минут. Можешь меня не ждать. О, господи. Не надо было есть того кротокрыса на палочке. Извините. О, господи. 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 Что? Надеюсь, тебя не мучает жажда. Движущаяся дорожка заканчивается. Смотрите под ноги. Движущаяся дорожка заканчивается. Смотрите под ноги. Движущая дорожка заканчивается. 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 Эй! Не хватайтесь за двери, чтобы не задерживать отправление поезда. Движущая дорожка заканчивается. Входя в вагон, смотрите под ноги. Внимание! Внимание! Как скажешь. Движущая дорожка заканчивается. Похоже, твоя история закончится здесь. Движущая дорожка заканчивается. Движущая дорожка заканчивается. Ты хоть что-нибудь видишь? Что это было? Вроде всё чисто. Давай побыстрее, ладно? Зря вы на нас полезли. Слышишь? Это ты шумишь? Сделаем Boston System. Пожалуйста, выбрасывайте пищевые отходы в отмеченные особым образом контейнеры. Продолжение следует... Продолжение следует... Ради вашей безопасности. Не мешайте работе служащих протектронов. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот поэтому я стараюсь пить поменьше воды. Эй, там кто-то есть. Бедные Голи. Не сочлипало лезть на рожон, а? Заметили что-то подозрительное? Не рискуйте, немедленно сообщите властям. Там вес мы не одни. Хочешь потанцевать? Ну давай! В случае чрезвычайной ситуации вызовите полицию по аварийному телефону. Эй, там кто-то есть. Эй, он здесь! Если нужно, я могу что-нибудь понести. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...